Ваше высокопресвященство, высокие гости, честные отцы, братья и сестры. Тяжело выступать после такого воодушевленного выступления, на которое можно страниц словом спич, а слово спички зажились и горит. Тем не менее, тяжело вступать, конечно, в полемику, но мы, как тюремное духовенство, знаем, что, к сожалению, нет такой технологии, которая позволит преодолеть последствия грехопадения человека в Эдемском саду, в раю. А именно, эта причина является основной причиной существования тюрем. Как бы ни хотелось нашему духовному отцу и патрону, святому равнопостальному великому князю Владимиру, которого юбилей славный, который будем праздновать через год, в 15-м году, Айнуто, тоже он был увлечен таким соблазном отпустить всех измученных на свободу, накормить всех с царского стола, княжеского стола, узников, острогов. Но, тем не менее, такие вот умудренные жизненно опытом бояре его предостерегли и сказали, не дерзай, князь, не делай, пожалеешь. Холодное лето 1953 года было, это опасное такое явление, когда выпустить всех, скажем так, или преобразить всех, это такая красивая идея, популистская, но, как бы, тюремные священники знают, что есть такие люди, которые родились, к сожалению, для тюрьмы. И они очень опасны в обществе, и таких людей, как бы, необходимо вот именно сдерживать их преступную возбудимость только вот в местах лишения свободы. Такая в качестве, ну, такой, ну, не полемики, в качестве просто такой диалога. Ну, действительно, 20-летие тюремного служения, которое мы сегодня празднуем в Белорусской Православной Церкви, это такой период, когда две системы, да, система исполнения наказаний, очень такая архаичная в каждом государстве, имеющая большую историю, и система, ну, ну, церкви, православной церкви, мы имели возможность не просто встретиться, но и познакомиться, и получше друг друга узнать, и, фактически, вот узнавание произошло, и актом этого узнавания, вот мы сегодня слышали, замечательное, вот, ну, как мне кажется, соглашение было подписано, где учтены все современные наработки, вот, не только вот именно опыта общения Белорусской Православной Церкви, ну, и Департамент исполнения наказаний, ну, и, в принципе, всех вот стран, которые имеют сходные законодательные аспекты, к сожалению, мы все выходцы, вот, из, ну, не мы выходцы, а вот наше взаимодействие четко связано с тем вот старым древним уголовным кодексом 1961 года, образца, вот, который записал всех, как бы, ну, ну, мы находимся в парадигме этого кодекса, как бы не менял законодательство, но тем не менее, встреча с заключенным – это свидание, пусть краткосрочное, место в тюремную священнику, вот, в кодексе, ну, не выделяется, скажем так, хотя, вот, как сегодня было отмечено, владыки или нарком, что права у тюремной священнику гораздо больше, но тем не менее, это право не закреплено в закон. Мы все стараемся преодолеть в наших странах такие вот последствия, и где-то быстрее, где-то медленнее, но тем не менее, этот период, 20 лет, тюремное служение смогло стать на свои ноги, окрепнуть, вот, и взять на вооружение все самые лучшие формы пастырского воздействия на души, оступившихся на людей, души грешников, которые оказались в воле Божьей местах лишения свободы. И как бы ни были консервативные системы исполнения наказаний, и церковная структура, православная церковь тоже консервативная такая система, тем не менее, вот, отрадно констатировать, что все лучшие достижения, которые мы встречаем и в мире, и среди других, и на славных даже церквей, вот, которые хорошо подходят именно к, доложатся на поле духовно-пастырской работы в местах лишения свободы, они воспринимаются, они адаптируются, они принимаются, и очень действенно помогают священнику в работе с оступившимися людьми. Вот, например, как пример, вот в этом году был поднят вопрос на чтениях рождественских относительно какого-то конкретизированного времени молитвы за тюремное служение, вопрос был услышан, Владыка Ринард принял решение, что мы тоже будем проводить в марте этого года на 4-й седмице поста молитву за тюремное служение. Замечательное начинание. И повторяем сейчас на попроб, повторим, не делай, ты это еще раз. Замечательное, во-первых, потому что, ну, надо отдать должное, не все священнослужители, да, не все преосвященные артиллерии понимают важность тюремного служения, особенно, как бы, вот, ну, ну, в свете последних документов, в решении синода, конечно, это внимание привлечено, но, тем не менее, это замечательный повод в конкретных, вот, и в переходах, в конкретных, вот, и епархиях акцентировать внимание на тюремном служении, на проблемах осужденных, вот, на проблемах, вообще, тюремных священников, которые часто зажаты в определенных отношениях, вот, и в экономических, вот, и в других, вот, и дать такой духовный толчок, духовный потенциал для того, чтобы вдохновить и персонал исправительных учреждений, и саму, оживить саму духовную жизнь молитвенной общиной в местах лишения свободы. Мы на своем пути тоже это убеждаемся, это замечательный такой эффект, не только миссионерский, внутри колонии действует, но самое главное, он выходит за границы тюремной системы, и церковь, вся церковь молится, ну, крайней мере, насколько это будет разнесено по епархиям, по другим приходам, вся церковь молится за успех того или иного предприятия в отношении работы с разными категориями заключенных, персонал, курсант, пенсионеры, это все-таки большие группы, социальные группы, которые связаны в тюремную систему, и они нуждаются в духовно-пастерском окормлении. Среди этим, вот наш украинский опыт, вот мы четко так выделяем собственно тюремное служение, да, которое привязано к конкретному храму, к конкретной часовне, к конкретной колонии, к конкретному священнику, вот, и вот тюремное служение в общем, в более широком понимании этого слова, которое касается как раз всех тех групп людей, которые входят, ну, мы так называем, пенитенциарное сообщество. Это не только сотрудники, заключенные и духовенство, это такой гораздо более широкий круг, в который вовлечено огромное количество людей. Я бы сказал, ну, в Украине, по крайней мере, несколько миллионов людей вовлечено в это пенитенциарное сообщество. Они, может, даже не знают, что они вовлечены. И это, как раз, область тюремного служения, которой нельзя пренебрегать. Конечно, наш потенциал, наши возможности далеки от совершенства. И мы тяжело очень затронуть все слои этого пенитенциарного сообщества. Но, тем не менее, перспективы, которые намечают нам синодальные документы, перспективы, которые намечают нам общесерковные документы, они четко определяют такой более широкий круг тюремного служения, который нужно использовать и который нужно развивать. Ну, конечно же, это в первую очередь жертвы преступлений. Это такая большая категория людей, которые, может быть, даже являются такими, сами не понимая, что они являются жертвами преступлений. Вот часто это выражается, что жертвы преступлений могут быть, и они есть фактически, это родственники заключенных. Родственники заключенных, матери, жены, сестры, дети. Вот они несут на себе тяжелый крест, вот, последствия преступления своего близкого человека. Экономическую нагрузку понимают все, собери передачу и так далее. Плюс общественное порицание или астракизм, которые, ну, лежит тяжелым крестом на тех же детях, вот, осужденных. Это также, вот, понимание, ну, то есть, от преступления твоего родственника, мужа, сына, страдает вся семья не только прямых жертв, в отношении которых было совершено преступление, но, тем не менее, как оказалось в Украине у нас, этими людьми никто не занимается. И, в том числе, и прямыми жертвами преступлений. Те, в отношении которых было совершено преступление, ими никто не занимается, оказывается. И вот мы посмотрели, вот, вообще, в развитых таких вот обществах, где высокие социальные стандарты, этим занимаются, и мотивом этого является, что, во-первых, выгода для общества. Общество очень дорого обходится жертвой преступления. Во-первых, на ее реабилитацию, прямые средства. Во-вторых, человек становится замкнутым для того же общества. Тяжело идет на контакт, плохой работник, очень тяжело такому человеку создать семью. Вот, и те общества, там, с высокими социальными стандартами, они понимают, что, заботясь о них, они выравнивают в целом не только демографию, скажем так, они выравнивают, и, ну, разные другие составляющие жизни общества, то есть и полезность этого человека, и его контактность, и его полезность. Что означает человеку находиться 10-15 лет в депрессии после того, как в отношении его совершалось от насилия. Это огромный капитал, не экономический даже. Это человек живет с этой травмой, и им некому заниматься, крайне мере, у нас в Украине. Вот, и в связи с этим, вот, ну, у нас, получается, работают только организации, связанные с конкретными, жертвами конкретных преступлений. Это, например, вот, «Солдатские матери», «Союз обманутых плачеков», другие какие-то такие организации, которые, ну, очень узко объединяются вокруг определенного вида преступлений ради того, чтобы друг другу помочь, такая касса взаимопомощи, скажем так. Но задача, как бы, церкви, как раз и является, как мы считаем, вот, воздействие на этих людей, на жертв преступления, имеется в виду самые широкие круги. Это и члены семьи осужденных, это и семьи осужденных, они тоже жертвы своих преступлений. И это, конечно же, прямые жертвы, в отношении которых было совершено или насилие, или какие-то мошеннические действия. Во-первых, потому что эти люди, они могут быть найдены для церкви. Во-вторых, эти люди, они часто несут на себе такую, ну, такую стигму, такое вот, такое отторжение общества, и они очень, к ним очень легко, может быть, дойти из слова проповеди, церковную проповедь. А это одно из самых важных аспектов в тюремном служении. То есть, мы, тюремные священники, тюремное духовенство, имеют часто дело с такими людьми, в отношении которых никогда до них может не дойти слово церковной проповеди, слово Евангелие, скажем так, или общение с духовенством. Они, если заходят в храм, заходят или в пьяном виде на свободе, или чтобы просить деньги, или в каком-нибудь другом формате, они, им чужда сама церковь, они не понимают, зачем она нужна. Но в тюрьме те люди находятся в более-менее адекватном состоянии, трезвые, и в отношении их очень удачно может быть применена вот именно церковная проповедь и вовлечение их в церковную жизнь. Потому что на свободе они, если выйдут, никогда точно не зайдут в храм. Только если поживиться или, не дай Бог, что-нибудь украсть, залезть в какую-нибудь церковную кружку, таких примеров, думаю, у каждого священника встречается, хватает. Поэтому мы создаем такую общественно-церковную инициативу, общественную организацию с религиозными корнями, целью которой является именно не защита прав жертв, это аспект очень тонкий лед, по которому опасно ходить. Мы в Украине очень осторожно относимся к взаимодействию с правозащитными организациями, потому что это такое сие море, великое пространное, там Агаде, еженещество. Кто стал со справозащитниками, знаю, что там люди очень тенденциозные, они решают многие какие-то свои цели, часто не имеющие отношения ни к пользу обществу, ни, скажем так, то есть часто выполняют какой-то заказ, за этим стоят большие деньги. И поэтому у нас священники, знаете, как обожлись на молоке и дуют теперь на воду. Имеется в виду в общении с правозащитными организациями. Мы стараемся не входить никакие общественные в управление таких организаций, хотя приглашают наше духовенство на оригинальном уровне, но все-таки оставляем это на личный выбор священников. Хотите, входите, входите, не входите. Главное, чтобы это не мешало церковной деятельности. Вот. И таким образом, вот здесь открывается большой такой эффект для работы с жертвой. Вот, в частности, вот, например, мы в этом году провели такой большой форум, форум детей осужденных. Мы собрали в Киеве практически с каждого региона Украины детей заключенных. И в самый последний момент на эту инициативу отреагировала наша государственная пенсиарная служба. Мы выступили с приглашением привезти туда детей из разных регионов и сотрудников, из строительных учреждений. Это было сначала принято в штыки. Департамент работы с персоналами или кадровая служба заняла такую радикальную позицию против, как можно сводить детей наших сотрудников, тех, кто охраняют, детей из заключенных. Это может привести к непредсказуемым последствиям, может быть, даже конфликтам, может быть, даже каким-то, ну, как бы мы не настаивали, тем более было сразу заявлено, что это как бы форум такой, как бы детей из заключенных, которые поделены, которые несут на себе общественное порицание. Но как-то, буквально за неделю до этого, как-то там вот руководство передумало и сказало, что мы привезем 250 своих детей с разных, ну, ближайших от Киева регионов. Хорошо, замечательно, у нас был как раз запас по залу, по местам, по подаркам, то есть, и вот когда сошлись эти две большие такие волны, скажем так, дети, соответственно, своими родителями, потому что был ограничен верхний, верхний возрастной ценз для детей до 12 лет. Вот, и когда сошлись эти две волны, скажем так, ну, это был большой религиозный праздник, все было структурировано, только несколько было больших таких сессий, основное все было по мастер-классам, все было разграничено, чтобы не было таких, ну, около 450 детей, это довольно, плюс такое количество родителей, это такое просто, ну, это огромное просто количество людей. Но, тем не менее, так все потерялось, то есть, не было, сложно было различить ребенка осужденного из семьи, как это папа, мама, которых сидят в тюрьме, и ребенка сотрудника пенитесарной службы. Как бы все пошло так под эгидой Рождества, скажем так, вот, и большой такой позитивный эффект, который очень помог, ну, как мне кажется, это был первый опыт, только помог в преодолении родителей, в первую очередь, этого стереотипа, потому что еще Виктор Гео говорил, Виктор Гео говорил, что общество не любит тех, кто на него нападает, и тех, кто его защищает. Ну, слава Богу, что тюремное общение тюремных священников имеет продолжение на самом высоком межцерковном, межгосударственном уровне, да, что пастыри, которые окормляют колонии Белоруссии, в России, в Украине, в других странах, которые имеют одну особенность, одинаковые особенности законодательства, поскольку законодательство меняется очень медленно в наших странах. Мы знаем, что лет 25-30 назад о тюремной проповеди, вместо обрешения свободы могли только мечтать. Часто священники находились там сами в качестве осужденных за свои убеждения. Но сейчас тюрьма становится местом духовного рождения для многих заключенных, которые никогда в жизни в церкви не были. Например, были покрещены крещения, и дальше асоциальная среда улицы, плохой компании сделала с ними то, что сделала. Люди нарушили закон, принесли зло другим людям. И в обычных других условиях вряд ли эти люди когда-нибудь бы услышали слово священника на трезвую голову, слово проповеди христианской. Взяли в руки молитвы слов, зашли к часовню или храму. Тяжело поверить в такие вот инсинуации. Скорее всего, такие люди приходят на свободе в нетрезвом виде, просят деньги, жалуются на свою судьбу. Но сейчас, благодаря теремому служению, в вполне адекватном состоянии эти люди могут заходить в храмы, общаться с священниками, смотреть на свою жизнь другими глазами. И это огромный миссионерский духовный эффект для нашего общества. И в Белоруссии, и в России, и в Украине. Это проповедь той категории людей, которые никогда при обычных условиях бы не захотели бы ее слышать. И теремные священники – это особый класс теремного духовенства, которые имеют опыт, обыкновение, а самое главное и благословение на работу с такой категорией людей. Аминь.